Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы познакомим вас с тем, что происходит в сериальном Голливуде по имени Телевиса. Честно говоря, ничего хорошего. Ни для зрителей, ни для самой империи мыло. Но не сказать, что все совсем плохо. Рейтинги в районе 20 и ниже, но и отличными эти цифры не назовешь. Не оправдались надежды на новый сериал Эмилио Ларосе Амурос Контрампа. Мне особенно понравились зрителям семейства Кармона и Веласка. Несмотря на то, что Лароса задействовал заслуженных актеров типа Итати Контораль, Эдуарда Яниса, Африки Савала и Эрнеста Лагвардия, что-то пошло не так. И хотя этот сериал имеет самый большой рейтинг по сравнению с другими менее удачливыми опыслами, радоваться тут нечему. Вот они и не радуются. Особенно недоволен Лала Янис. Говорят, что он просто рвет и мечет, и даже устроил несколько скандалов на площадке. А как ему себя вести, если рейтинги жалобные? Кого винить? Ну, не себя же. Пошли слухи, что Янис может новеллу покинуть. Но его коллега по съемкам Африка Савала эти новости опровергла. А что ей еще остается? Опять же, ходят слухи о романе Африки Яниса. Ну, наверное, это чтобы не было так мучительно больно от низких рейтингов. Может, и они на этих слухах приподнимутся. Хотя уже пошли разговоры о сокращении новеллы со 160 серий до 100. Не верит, значит, в тюдеса. Новелла Китепер Дон и Диос тоже снимается через пень колода. Анхеле Несма ничего не может поделать с двумя крутыми мачо, играющими главным роликом. Марк Татчерк и Серхио Гойри напились в хлам во время съемок и не смогли закончить работу. Анхеле выругало обоих. Но им в одно их влетело, в другое вылетело. Несма сейчас находится не в самом лучшем физическом состоянии и была вынуждена обратиться к начальству. Что теперь будет, не знает никто. Могут закрыть глаза на эти фокусы, а могут применить жесткие меры. Например, убить героев, этих пьянчужек. Не знающие люди задают вопрос, что заставляет Марка Татчера, который получил главную роль после нескольких лет съемок в негодяйском Аббла, вести себя подобным образом. Вопрос остается без ответа. Видимо, желание выпить сильнее желание заработать и иметь хорошие роли в будущем. Но главным разочарованием является новелла Сальвадора Михея «Ло импердонабли». На второй неделе показы рейтинги обвалились катастрофически. Они, собственно говоря, и на первой неделе были не айс. Начали с 21 пункта, а сейчас рейтинг болтается в районе 16. Телевизор в шоке. Михея в шоке. Анна Брэнда Контрерос в шоке. Но все делают вид, что все супер. Говорят, что публике не нравится сюжет и не нравится главная пара в лице Анны Брэнда и Ивана Санчеса. Интересно то, что Михея не взял на главную роль Жан-Карлоса Каннелла, который мог бы вытянуть рейтинги одним своим смазливым личиком. Потому что он неизвестен в Мексике. Зато известные ему рейтинги сделали аж в 16 пунктов. И ведь что смешно, завалит Михея очередную новеллу, как он это делает последние 5 или 6 лет. И получит новую в прайм-тайм. Мы осторожно интересуемся, а на чем основано его положение священной коровы? Чего такого ценного он делает для телевизора? Просто боимся узнать ответ. А пока что подсказывает что-то нам, что и новые новеллы, которые скоро пойдут в эфире, тоже не дадут ожидаемого эффекта. Ну, судите сами. Новелла Анте Муэрта Келечита, в главных ролях Майта Перони и Арат Делла Торре. Мы так понимаем, что провала Альянса Майты и Педро Фернандеса телевизии не хватило. Короче говоря, больше ада. Всегда пожалуйста. Новелла Энн Ленгуахи де л'Амуро в главных ролях Камила Соди и Эрнеста Далессио. Еще лучше. Особенно главная героиня с личиком, отмеченными всеми пороками сразу. Ну, может быть новелла Амуре с де Баррио с Ренатой Ноти и Мане де ла Пара зрителям понравится. Хотелось бы. У Рената это первая главная роль. И мы желаем ей успеха. Девушка она талантливая и красивая. А теперь к другим новостям, более оптимистичным. Карла Эстрада вернется вскоре к работе с Навеллана. Что это за история, пока не знает никто. По всей вероятности и сама Карла. Хосе Гуэра Кастр готовит новый проект. Это будет, по слухам, ремейк Гваделупи. Писали, что Эль Гуэра был готов уйти с телевизора и отправиться в свободное плавание. Но ему предложили такие деньги и такие возможности, что он решил остаться. Кто знает, может в связи с новым проектом Эль Гуэра в Мексике появился и Марио Симмара. Правда, в телевизорских новостях говорили, что он, возможно, будет сниматься в ремейке с имплементом Марио. Куда прочь от его давнюю подругу Данну Гарси. Но продюсер проекта Нача Сада это пока не подтверждает. Точнее, отрицает. Но без энтузиазма. Сам Марио очень доволен и в интервью сказал, что планов у него множество. Остается вспомнить, что Эль Гуэра очень хотел снимать его в Терезе. И даже ждал, когда Марио закончит съемки в Марде Амор. Но разразился грандиозное скандалище с Натальей Лартельо. Которая торжественно обещала лечь костьми, но Симмару на телевизор больше не пустить. Вот, наконец, пришел ее звездный час. Когда девушка может пойти уличиться всем скелетом у входа в офис телевизора. А сама Лартельо планирует ремейк новеллы Ла Иха Дель Хердинера. Где в главной роли будет, конечно же, Даниэль Аренс. И это будет его третья роль в проектах Лартельо. И такая же драматургически интересная. То есть никакая. Знай лицом, торгуй и глазки пуч. Ну, у нас на этом все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...